26 мая в Даугавпилском учебном и научном центре РТУ состоялось внеочередное выездное заседание Комитета городского хозяйства и развития. Депутаты Думы и представители Департамента развития ознакомились с предоставляемыми ВУЗом возможностями освоения инженерных программ и обсудили ряд актуальных вопросов. И учреждению образования и самоуправлению необходимо выполнить ряд задач, связанных с обучением новых специалистов. И, как признали участники выездного заседания, сделать это вместе будет гораздо проще. Главной целью для нас было проанализировать возможности сотрудничества между нашим учебно-научным центром и Даугавпилским городским самоуправлением. Мы постараемся больше сотрудничать в разных проектах, например, предоставляя возможность студентам пройти практику, оказывая поддержку в создании разных инженерно-технических школ, чтобы помочь школьникам получить больше знаний об инженерных науках, а также популяризировать эту область науки. Проблема нехватки квалифицированных специалистов в настоящее время актуальна для многих городских предприятий, работающих в сфере машиностроения, информационных технологий, а также в других технических отраслях. Предприниматели это неоднократно подчеркивали, обсуждая с руководством самоуправления перспективы и проблемы развития бизнеса в Даугавпилсе. Председатель Комитета городского хозяйства и развития Игорь Алексеев отметил, что, налаживая диалог не только с представителями производственных объектов, но и с образовательными учреждениями, самоуправление может стать посредником, помогающим этим отраслям находить общие решения для подготовки специалистов. В ходе выездного заседания удалось наметить несколько направлений, по которым такое сотрудничество может начаться уже в ближайшее время. Это помогло бы сделать Даугавпилс еще более привлекательным местом для развития бизнеса и производства, работы и учебы. В начале мая, когда мы встречались с предпринимателями на бранче, то одна из таких головных болей, о которых говорили предприниматели, это нехватка квалифицированных специалистов как с высшим образованием, так и с профессиональным образованием. В Даугавпилсе есть такая возможность, где не только даугавпилчане могут получить качественное высшее образование, качественное техническое образование. Для этого нет необходимости ехать в столицу. И порой мы, может быть, на эмоциональном уровне думаем, что самое качественное образование только в столице, но это не так. Я очень рад, что после окончания таких вузов, как правило, специалисты могут быть трудоустроены и в нашем городе, и в Даугавпилсе. Для этого есть большие возможности. Я хочу, чтобы это мы только приумножали бы, и молодежь оставалась бы здесь, потому что зарплата, которая конкурентоспособна в Даугавпилсе, абсолютно существует. В дальнейшем планируется организовать подобные выездные заседания и дискуссии и в других учебных заведениях, чтобы получить больше информации о возможностях подготовки специалистов в городе и содействовать сотрудничеству между учебными заведениями и работодателями. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.